А где насадки? А где шуруповерт сам? Сегодня у нас в обзоре будут девушки. Девушки разные, интересные, смешные, красивые. Но всех их объединяет одна черта. Они берут в руки инструмент. Зачем они это делают? Давайте разбираться. Итак, на пятом месте нашего топа расположились девушки Сара и Элизабет. Им совершенно не обязательно знать, где у шуруповерта кнопка пуск и как поменять диск на болгарке. Им достаточно просто взять инструмент в руки. Знакомьтесь, мисс и сеньорита Макита. Каждый год американское отделение Макита выбирает двух девушек, для того, чтобы они стали лицом компании и заполнили собой все проспекты, бигборды и календари с этим брендом. Возникает вопрос, почему же девушек именно две, а не, например, одна, как мисс Америка или мисс Мира? Я думаю, тут все дело в том, что американские отделения ориентированы на два рынка Северную и Южную Америку. Поэтому и девушек, соответственно, тоже две. Американка и латиноамериканка. Но, наверное, где-то в глубине души им бы хотелось порекламировать легкие ароматы духов, а не тяжелые перфораторы. Оставляем очаровательных девушек и двигаемся дальше. А на четвертом месте у нас девушка Алена из Рейтинг Гудз, сервиса отзывов и рекомендаций. И перед ней поставлена нелегкая задача сделать обзор шуруповерта Макита. Ну что же, протестируем эту дрель и посмотрим сами, на что она годится. А как это сделать, если не знаешь, что делать? Ну, режиссер сказал, Спокойно, Алена. Самое главное, скажи, вот это. Если у вас бетонная стена, то вам потребуется перфоратор. И вот это. А если гипсокартонная, как у меня, то обычная дрель. Так, теперь покажем еще шуруповерт действия. Ну, и тут, в принципе, можно было закончить, но ребята пошли дальше. Сегодня я расскажу вам несколько маленьких хитростей. Интересно. С помощью дреля можно чистить картошку. Эй, ребята, лайфхаки с шуруповертами. Это наша территория. Это пацанская тема. Нанизываем картошку на дрель. Берем нож. И начинаем вращать. Ой! Фух, я уже начал нервничать. Девушки, если вам когда-то захочется почистить картошку с помощью шуруповерта, используйте только перьевое сверло. С него картошка не соскучит. Я же говорил, это наша тема. Ладно, что там дальше? Хорошо сверлить дырки в стене, удобная дрель и классный дизайн. Поставлю, пожалуй, твердую пятерку. Хоть картошку она не чистит, но хорошая ведь дрель. Ай, молодца! Закончила правильно и красиво. А теперь переходим к третьему месту. А на третьем месте расположилась неизвестная девушка с красным маникюром. Если наша предыдущая героиня делала обзор, так сказать, по долгу службы, то следующая девушка решила себя просто выбить из зоны комфорта и сделать обзор инструмента, который до этого ни разу не держал в руках. Ну, начало, естественно, такое в себе женское. Цвета выбраны. Достаточно приятные. Ну, первое открытие. Вау! Работает! Ну и, соответственно, первые сложности. А где насадки? А где шуруповерца? Вторые сложности. Куда ее вставлять? Нет, это не подходит. Постоянные сложности. Так что ли? Нифига себе непонятная штука. А смеяться не надо. Давайте вспомним самого известного обзорщика женских товаров. И тогда будет не смешно. Я блондинка. А вот помада. Но обзор же надо заканчивать. Шоу Мазгоон, как говорится. И тут у девушки остается два пути. Первый – женский путь. Мужчины, как это все делается? Ну, второй, конечно, более разумный мужской путь. Надо, конечно, почитать инструкцию. Ну, так и я о чем. Иногда стоит просто почитать инструкцию. Вау! Супер! Ну, в конце концов, у девушки все получилось. Ее наполнило чувство гордости и опасное чувство женской самоуверенности, которое обычно ни к чему хорошему не приводит. Можно вот такой насадкой наказать мужа. Я даже боюсь об этом думать. Все, давайте переходим ко второму месту. Ну, а на втором месте нашего топ-5 – девушка по имени Ариэль. Я и быв модели, но она вместо подиума полюбила свою мастерскую. Живет Ариэль в Нью-Йорке, в Бруклине, где превратила свою квартиру в столярный цех. Имеет степень бакалавра искусства и скульптуры. Когда не работает в мастерской, устраивает сталкинг на окрестные свалки в поисках ценной древесины, из которой потом и создает свои работы. И не боится же одна ходить по злачным местам, но всегда ее сопровождает ее верный пес. Кроме деревянных панно и предметов интерьера, Ариэль очень полюбляет мастерить деревянную посуду. Да как не любить, когда каждое проданное изделие приносит ей пару сотен американских долларов. Режет ложки, вилки, разделочные доски. В общем, умница, мастерица. Наконец она просто красавец! А вот и наша победительница. Все девушки, что были до этого, просто цветочки-одуванчики по сравнению с ней. Знакомьтесь, Гриффон Рэмзи. Проживает на Востине, штат Техас. Увлекается фэнтези, тату, компьютерными играми, комиксами и всякой там субкультурой. И вполне могла быть обычной любящей мамой, хорошей женой. Но однажды попалась ей в руки бензопила. Ну и понеслось. Я не боюсь тяжелой работы, признается она. Я просто люблю создавать что-то. Я художник. Рэмзи любит работать с деревом, особенно с американским кедром. И отлично разбирается в бензопилах. Очень часто она спрашивает в соцсетях, что бы ее подписчики хотели увидеть. И выполняет их просьбы, воплощая идею в дереве. Так, например, появился деревянный Грут, персонаж из фильма «Стражи Галактики». Я ест Грут. И Werewolf 3, дерево из сериала «Игры престолов». Рэмзи выступает на соревнованиях, проводит мастер-классы и самое главное, очень любит свою работу. И я за то, чтобы женщина брала в руки инструмент только из-за большого желания творить. А не из-за того, что ей нужно зарабатывать на хлеб. Всем удачи! Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!